В самом центре станицы Зеленчукска есть казачья школа, которая была введена в первые годы основания этого населенного пункта в 1863 году. Из ее стен выпустилось не одно поколение станичников. Какие дисциплины преподавали в этих учебных заведениях и какие тайны хранит здание из станицы Зеленчукска и Алладинаева. Имя героя Советского Союза Виктора Леонова носит первая школа станицы Зеленчукской. А во дворе этого учебного заведения располагается и первая казачья школа 1863 года. Здание построено из качественных строительных материалов и хорошо сохранилось. Крепкие стены, высокие потолки школы и сейчас не утратили свою актуальность. В хорошем состоянии окна, двери, напольные покрытия и даже балки в основании крыши, хотя их никогда не меняли, рассказывают станичники. Делалось с цельного дерева, которое добывалось в верховьях Зеленчука, сплавлялось и по всем правилам оно распиливалось. Такие высокие потолки и вот даже лепка, да? Да, и лепка. Ну, сами представляете, канделябр со свечами, с лампами, керосинами. Нужно было, чтобы помещение было светлое, теплое. Здесь были печи. С этой стороны вот была печь, с этой стороны была печь, которая отапливала полностью это помещение. Я еще здесь учился, печи эти были, работали и давали огромное-огромное теплое. Сейчас, конечно, здесь центральное отопление. Сколько лет вы здесь проучились? Я здесь проучился в 8 лет. После 8 класса я ушел учиться дальше. А, вообще школа была 11-летняя, да? Да, 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 политехническая. В разные времена казачья школа называлась по-разному. И здесь выучилось не одно поколение станичников. Один из них – Олег Коростелев. А если заглянуть в историю школы, узнаешь много интересного. Эта дверь была парадный вход. Здесь имел право войти батюшка и атаман. Там напротив была в свое время церковь. Этот вход. Здесь входили только учащиеся, обучающиеся. Учителя заходили со стороны. Сейчас она улица Победы. Заходили с той стороны. Была коновязь, с этой стороны была, с этой стороны. В казачьих классах обучали прежде всего тому, что пригодится в жизни. Казаки – это охранители границ государственных. В Российской империи, соответственно, в этой школе преподавалась и верховая езда, и умение владеть холодным оружием для мальчиков. И для девочек образование было именно сосредоточено на ведении хозяйства, на умении приготовить пищу, починить одежду. То есть все, что необходимо будущей хозяйке. Конечно, как и в каждой православной школе, в казачьей школе, утром начиналось с молитвы, обязательно преподавали закон божий, преподавались и другие науки, и русская литература, и математика, и чтение, и на церковнославянском, и на русском языках. Зеленчукская раскинулась на берегах реки Большой Зеленчука, образовавшись в 1859 году. И казачья школа – одна из первых зданий, появившихся в станице. И если его отреставрировать и открыть здесь музей казачьей культуры, то жители и гости республики будут иметь возможность соприкоснуться с историей. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Аладинаева Либастанов, Вести, Крачево, Черкесия.